Ах, Изя, у меня в жизни было только два настоящих мужчины. А кто второй? Да ты и первого-то не знаешь. Товарищ Рабинович, вы любите родину? Конечно, люблю, от всей души. А вы готовы отдать за нее жизнь? То есть? Ну, умереть за нее вы готовы? Вы меня, конечно, извините, но кто же тогда будет любить родину? Ябинович, с твоей Саей спит весь Гоэт, и чтобы к ней попасть, нужно занимать очередь. Брось ее, зачем нужна тебе такая жена? Ты понимаешь, если я брошу ее, то мне тоже нужно будет занимать очередь. Семен Маркович, вы говорите, что еще никому не читали свои стихи? Таки никому. А за что у вас синяк под глазом? У Рабиновича спрашивают, пожертвовал бы он ради независимости Израиля своей коровой? Да, а свиньей? Конечно, а козой? Козой нет, ни в коем случае. Почему? Потому что коровы и свиньи у меня нет, а коза есть. Еврейская семья собирает корзинку с пирожками еврейской красной шапочки и дает ей напутствие. Таки слушай сюда. Когда ты придешь до бабушки, она сразу тебе таки будет плакаться. Что, ой, вей, зима совсем скоро изшли, дует, крам подсекает, топить нечем. Крыша прохудилась, денег нет совершенный вообще, что ты, внучка, знаешь за эту жизнь. Но ты таки ничего не слушай. А твердо стоя на своем. С капустой по пять, с мясом по восемь. Гольденберг приходит в лавку Зильбердовича и видит на столе трехкопеечную монету. Шо за деньги? Хочу проверить, честно ли человек мой приказчик. Тоже мне проверка, три копейки. Надо было положить, по крайней мере, рубль. Тоже мне проверка, рубль. Рубль я и сам бы забрал. Старый еврей первый раз взял на работу в свою лавку сына. Вечером мать спрашивает, как дела? В целом хорошо, но есть нюансы. Что, плохо считает? Нет, с этим хорошо. Групп с покупателями? Нет. Так что же? Когда сдает сдачу, плачет. Когда Рабиновича начали бить в детском лагере, его родители не стали сидеть сложа руки. Они застраховали его здоровье и жизнь и записали еще на две смены. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует...